Это классическая история, а люди время стал Антиох-Эпифан. Хорошо, рад вас видеть здесь, в этом городе. Рад, что я могу быть с вами. Несколько слов, небольшое резюме о себе, кто я такой, откуда и так далее. Родился в городе Санкт-Петербурге, репатриировался, то есть приехал в Израиль в 90-м году, когда мне было 13,5 лет. В 96-м году я уверовал в Ишуа. Процесс такой еврейский, можно сказать. У меня дедушка с бабушкой, они были такие традиционные. Мы еще в Питере праздновали еврейские праздники. Я всегда знал, что я еврей. То есть это такой был процесс непростой, уверование. Я знал, что Бог есть, но мне нужно было убедиться, что Ишуа, Он мессия Израиля. Вот я служил в армии, и Господь дал всадиться мне с верующим, с одним. И определенный процесс, через который Бог довел в мое сердце, я искал его и по его милости нашел. Вот, значит, я где-то с 2001 года служу в общине Живой Израиль, это даже раньше, немножко. С 2009 года пастор одной из наших общин Живого Израиля в городе Кармель, находится на севере страны. Вот, и кроме того, что, то есть, ну, наша деятельность, ну, обычная община, кроме этого, у нас достаточно большое служение, реабилитация, помощь людям, которые были, находятся в зависимостях. Через это служение Господь привел очень многих людей, расширил нашу общину и довел ее даже до Одессы. Да, то есть, Господь так сделал, что, интересно, послал евреев в Израиль, а из Израиля назад в разные страны, СНГ и так далее, чтобы начать здесь. И вот здесь некоторые братья и сестры, которые пришли, мои друзья, с общины Живой Израиль, город Одесса, это люди, которые прошли реабилитацию в Израиле, часть, и начали здесь служение, помощь, реабилитация, общину, через служение, восстановление людям, которые оказались в зависимости. Что еще? Я, в общем-то, по профессии, я не первый раз в Одессе, Одесса очень-очень близко моему сердцу, можно так сказать, не детство христианское прошло здесь, но, может быть, юношество христианское прошло здесь, потому что я работал в бизнес-школе, преподавал менеджмент, и меня послали сюда в 2004 году, открыть здесь наш офис. Я здесь долгое время жил, месяцами, познакомился с Валентиной, был в общине здесь, и познакомился со многими другими людьми, с которыми остались друзья мои на долгое время. Поэтому я очень часто сюда возвращался, приезжал в этот город. С 2009 года, как я сказал, я пастор одной из наших общин живого в Израиле, и, скажем так, стал чуть меньше работать, и стал больше заниматься пасторской деятельностью. В 2011 году Бог через одну прекрасную сестру, которая находится с нами, которая поможет, всего ей немножко, она является одним из членов вот той школы душепопечения. Материал, который я вам предоставлю, через нее я познакомился с этой школой, и Господь положил меня на сердце, хотя я уже уехал с Украины, уже работал, уже жил в Израиле, но Бог побудил меня приезжать учиться здесь на Украине. Это программа с названием Корам Део, у вас есть такой значок, в палантине обозначает перед лицом Бога. Это международная школа душепопечения, самая, я считаю, крутая и лучшая, которая существует на русскоязычном пространстве. Ничего похожего нету, я верю. И, ну да, Бог, мне было желание сильно учиться. Я понимал, что как пастор я просто должен, мне необходимы эти инструменты душепопечения, и раз в три месяца я приезжал сюда на неделю. То есть, это серьезная программа, трехгодичная, которая я закончил в 2014 году. Вот. И вот так. С Рэбби Валентином мы тоже давно знакомы, и вот как он приезжал в Израиль, полгода назад, и мы общались, и он предложил мне приехать и провести семинар здесь. То, что я хотел вам предложить за эти четыре или, может быть, пять дней, в общем, это такая короткая, сжатая очень версия тому, чему я учился три года. Поэтому вы можете себе представить, что этот материал будет достаточно сжатый, но с Божьей помощью я постараюсь передать, скажем так, очень важные инструменты, которые, верю, могут быть важными инструментами в вашей жизни. Поэтому, если вот эта брошюрка, мы с ней будем с вами работать в течение этих дней, если вы перелеснете на первую страницу, тут есть содержание. В общем-то, у нас есть две части в нашей программе. Первая часть – это называется «Библейское основание и структура глубоких пребывающих изменений, прославляющих Бога». Это, в общем-то, основная часть того, что мы будем говорить. Мы будем говорить о том, как меняются люди и как мы, как Господь хочет, чтобы мы менялись, и как мы можем быть инструментами в том, как меняются другие люди вокруг нас. У кого-то нету? У меня еще тут есть одна. И вторая часть, скорее всего, в последний день мы поговорим об очень интересной, наверное, самой длинной душепопечительской истории из книги Иова. И поговорим о самом процессе душепопечения, об ошибках и уроках, которые мы можем учиться на основании книги Иова. Если дальше перелистаем, перелистаем на третью страничку, то здесь у нас стоят цели обучения. То есть, что мы хотим, что я бы хотел бы с Божьей помощью добиться через эти четыре дня? Во-первых, познакомиться с тем, что является вообще библейским душепопечением. Знаете, это слово, оно может быть как ярлык, то есть, каждый человек может говорить, что он занимается душепопечением. Это такое очень обширное слово, да, широкое. Я хотел бы, чтобы мы за эти четыре дня поняли, что в действительности является библейским душепопечением, чем оно отличается от других подходов, психологии и так далее. Без того, что мы будем критиковать другие подходы, но просто изучим то, что, я верю, является библейским душепопечением. Второе. Получить основы процесса библейского душепопечения. Процессы библейского душепопечения. То есть, мы хотим понять, как мы можем помогать другим людям. Как проходит процесс душепопечения, да, если мы встречаемся с людьми, у которых есть серьезные проблемы, как мы можем действительно им помогать. Что входит в этот процесс, как он происходит, что это значит действительно. Как эффективно и правильно быть инструментами Бога, чтобы служить другим людям. И третье. Тут ошибочка, да, цифра 3. Изучить и научиться применять некоторые базисные инструменты, которые помогут вам души опекать себя и других. Итак, мы постараемся сделать это очень практичным. Вы сейчас увидите, мы будем работать над иллюстрацией одной женщины в течение всего этого модуля. И постараюсь быть очень практичным. То есть, не просто теория. И поэтому мы... Хотелось бы взять некоторые инструменты. Вы увидите, что, в общем-то, места Писания из Библии, которые вы хорошо знали. Мы попытаемся их взять и посмотреть, как это может быть инструментом, чтобы работать с людьми. Окей? Использовать эти инструменты практично для того, чтобы помогать людям. Ну и, естественно, прежде всего душепопекать себя. Потому что врач должен уметь лечить самого себя, да. И все, о чем мы будем говорить, конечно же, будет бесполезно, если мы это не применим, прежде всего, к самим себя, да. То есть, я научился помогать другим только после того, как научился помогать себе. Это не значит, что я моментально выздоровел, потому что... И мы всегда будем страдать, шить и так далее. Но Господь хочет, чтобы мы научились изменяться, чтобы мы научились понимать, о чем Бог говорит с нами через обстоятельства нашей жизни. Поэтому душепепекать себя – это ключ для того, чтобы помочь и знать, как... Апостол Павел говорит, я надеюсь, что вы, братья, полные благости, и вы исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга. То есть, он обращается к нам, к общине, и говорит, я надеюсь, что вы, братья, полные благости, и вы исполнены знания, и можете наставлять друг друга. То есть, он обращается к нам, к общине, и говорит, я надеюсь, что вы достаточно зрелые, что вы не просто при каждом случае бежите к лидерам или к пастору, да. Вы не просто, но вы в действительности можете служить друг другу, да. То есть, вы достаточно полны понимания, духовного знания, чтобы наставлять. Это слово «наставлять» по-гречески обозначает, там есть два слова, «разум» и «вкладывать». То есть, вы умеете научать друг друга, вкладывать в разум другого человека, именно в разум. Разум часто по-библейски подозревает слово «сердце». То есть, не просто вы умеете, там, сказать ему, поступай так, да, или не просто вы можете другому человеку всунуть какое-то местописание, или просто сказать, ну типа, изменяйся, веди себя по-другому. Но вы умеете наставлять, вы умеете учить, вы умеете помочь человеку измениться. Это слово поведено в других местах писания, как вы умеете наставлять друг друга, вразумлять друг друга, учить друг друга. Это наша цель. надеюсь что цели понятны надеюсь вы понимаете что господь призывает всех нас только не только пастора но каждого из нас чтобы вы могли уметь помочь тому кто находится рядом с нами на послужить ему в той степени конечно в которой господь дает нам кому-то чуть больше кому-то чуть меньше но в этом наша цель до семинар по дышу по печенью 7 этом как служить ближним окей институт карамдео я вам сказал двух словах достаточно интересно благословенный брат профессор он харрис он приехал на украину лет такие 15 тому назад он в общем то перевел на русский язык но также составил очень мудро очень интересно программу которая ну разные скажем так отрывки из разных книг и программ которые существуют на английском языке на русском языке не было такой систематический программа по душе по печенью он начал и преподавать в киеве затем дальше эта программа распространилась его ученики сегодняшний преподаватели до пастора служители которые продолжают эту работу преподают в разных странах сегодня уже даже они поехали в америку преподавать то есть хотя сама программа оригинальной многие писатели вышли из америки на английском языке но есть много русскоязычных которые нуждаются этой программе на русском языке хорошо давайте перевернем на четвертую страницу учебная иллюстрация мария который находится в приложении номер один тоже номер один находится в конце должно находиться сейчас посмотрим в конце на страничке 19 итак открываем страницу 19 открываем страницу 19 сейчас вы познакомитесь с новой сестрой которая пришла вашу общину вот так и есть новая сестра которая пришла вашу общину мария это такой сборный образ такая солянка то есть они нереальные но она достатно в принципе вы увидите что он такой сборный образ человека с разными проблемами и для того чтобы сэкономить ваше время чтобы вам не знакомиться с ней когда она придет сюда мы уже составили для вас информацию о ней и вот представьте да сестра приходит в общину вы с ней знакомитесь мы предоставляем уже вам знакомства и мы затем будем работать с этим человеком и попытаться помогать ему возьмите сейчас пять минут чтобы прочитать очень важно и медленно прочитайте ознакомьтесь с мари познакомьтесь ней может слово подчеркивать если думать что то интересно потому что мы будем работать с этим человеком вам нужно будет разбираться с нею думать о ней как ее помогать потом death to подчеркивать вещи для себя интересные, которые вы думаете, вы видели. Это просто знакомство с человеком, которому нужно помочь. Хорошо, как вам понравилось, Мария? Несчастная, сострадание, есть сострадание к этому человеку? Это хорошо, душепопечение возможно только с чувством сострадания, когда мы действительно понимаем, сопереживаем, с человеком понимаем сложность ситуации. Хорошо, вот Мария с этой проблемой пришла к одной сестре и к двум сестре, к сестре и к пастору, и не скажем так, два раза пришла к пастору, но не важно. И мы вам сейчас покажем две сценки о том, как проходила встреча Марии с пастором. Алло? Слышно? Слышно? Хорошо, шалом Маше, как дела? Хорошо. Слава Богу. Ты вообще молодец, я хочу тебе сказать, что ты решилась со мной поговорить. Ты просто не могла больше терпеть этого, но он реально не прав, Иван. Сколько можно быть таким лицемером и неудивительно, что ты вообще обратилась к психиатру. Ты такая бедная, ну правда, жалко тебя. Ну мне приятно, что у меня хоть кто-то понимает, просто я уже не знаю, как с этим справляться, не знаю, как изменить моего мужа, я читаю книги, потому что мусящий мужчина не подводит, мне по-другому. Ну да, ты молодец, что не бросил этого негодяя, конечно, и даже молишься за него, что Бог его изменил. Да, ну молодец. Да, ну ничего, смотри, Писание говорит, что Бог тебе не даст испытания больше, чем ты сможешь перенести. Я хочу тебя ободрить, он с тобою, продолжай молиться. Знаешь, я тебе еще посоветую, очень важно, чтобы ты непременно ходила в какую-то общину, в одну, например, в нашу. И братья и сестры будут за тебя молиться, за твою семью. Важно принадлежать к одной общине, чтобы держаться в борьбе и вместе. Ну, не знаю, попробую, но так у вас все такие духовные, все такие разговоры ведут, Библию все время читают, а я как-то, вот мне не получается все время читать, и они мне советуют, и мне как-то, ну так, боебоизна немного. Да, ну смотри, они не все уж такие прямые, просто так правильно говорить, что нужно читать Библию, они тебе говорят, они просто не понимают тебя. В твоих обстоятельствах попробуй читать Библию, когда у тебя дети малые на голове, и муж ничего не помогает, на работу ходят, уборка, то есть, и причем у тебя при троих детях такая чистота дома. Ну, то есть, вообще, мне есть самое лучшее поучиться у тебя. Ну, и насчет Библии мы с тобой поговорим, то есть, как тебе надо читать больше, это реально помогает выстаивать в испытаниях. Ну, ладно, как-то. Ну, смотри, ты не вешай носом аж, то есть, смотри, вот местописание тебе прочитает, ну, Иезекииля 29.11, там написаны очень интересные слова, давай открой я с собой почитаем, Иезекииля 29.11. Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. То есть, смотри, я верю, что в твоей жизни обязательно придут изменения. Бог тебе обещает. Ты будешь молиться и в точности придут изменения в твоей жизни. Ну, спасибо, это немного ободряет. Вы настоящий друг. Я рад. Спасибо. Хорошо. Следующий день, другая встреча с другим служителем. Ну, здравствуй, Мария. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, подозревал, что у вас в семье не все в порядке, но настолько… Ну, да, у нас сложно, мне очень сложно. Ну, конечно же сложно, но что ты, в принципе, ожидала, скажи. Библию ты не читаешь, по разным общинам ходишь, и то раз в сто лет, правильно? В две недели. В две недели. Потом вот эти романы твои, которые ты читаешь. Ну, какие ты хочешь последствия, чтобы были от этого? Ну, ведь не только я виновата, но и муж мой, и Иван. С Иваном у меня будет отдельный разговор. И, ну, думаю, что твоя вина, она немаловажная. Твой муж везде на работе пашет, деньги приносит. И тебе разве сложно уделить ему несколько минут внимания дома? Спросить, как дела, улыбнуться, когда он приходит, в конце концов. Было бы очень странно, если бы он был счастлив в таком доме с тобою. Ну, не знаю, мне как-то, ну, как-то я к вам за помощью пришла, вы меня обвиняете все время. Нет, послушай, я же хочу тебе добра пойметь. Я хочу, чтобы ты поняла, что пока ты не изменишься, никаких изменений в вашей семье не будет. Муж, муж, ну, ты ведь сама понимаешь, что ты не идеальная, не совершенно. Ну, да, я понимаю, но мне сложно его простить. И, ну, вот, мне кажется, что вот все будет нормально, но только вот он приходит, у меня сразу слезы подкатывают, я убегаю. Но я не хочу, чтобы он меня видел в таком состоянии. мне сложно очень. Мария, я тебе, конечно, сочувствую, но твоя проблема это, что ты не могла простить, не можешь простить своего мужа. Ты не можешь простить, потому что у тебя нет нормальных отношений с Богом. Ну, я и так знаю, что нет. Нет, послушай, дай я закончу. Тебе нужно власть отношения с Богом. Понятно? Ну, вот так послушай меня. Начинай ходить в общину. Значит, каждый шаббат по адресу, где ты сейчас пришла. Здесь какое время служения? В 11, кажется, у нас служение. Вот. Понятно? Ну. Нет, без но, пожалуйста. То есть, смотри. Значит, идешь в шаббат, приходишь на служение. Значит, по вторникам домашняя группа у нас разбор, три колонки Библию. И ты, ты видишь, как ты начнешь расти духовно. Понимаешь? Ну, Ваня оступился, ну, ошибся, ну, согрешил. Но Ефесяна, например, 4.32 говорит, будьте другу сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог в Мессии простил нас. Ну, и ко мне тоже надо. Ну, мы будем за тебя молиться. И домашняя группа я попросил лидера, чтобы он молился за тебя. Все, давай, я тебе буду звонить время от времени и спрашивать, как твои дела. Давай, дерзай, я верю, что у тебя все получится. Хорошо, давайте поговорим немножко. Что вы думаете об этих двух встречах? Как вы думаете, как вы мытье души попечения? Что может быть не так или так в том, как служитель себя вел с Марией? Ага. Микрофон? Ну, можно и без микрофона. Запись. Кто хочет? второй больше понравился, да? А что понравилось больше во втором? Хорошо. Вы сказали, что второе было более, как бы, правда такая, да? То есть, он так, топором, да, можно сказать, правду и сказал, да, что, хорошо, кто еще как думает? В первой встрече было полное панибратство какое-то, ну, вальяжность какая-то, ну, как на меня лично. Во второй – это просто кнут и бичевание. Просто кнут и бичевание. Да. Спасибо. Наверное, в первом случае чаще всего так происходят такие разговоры, которые, в общем-то, процентов, да, процентов 90 не приводит ни к чему, человек вообще перестает ходить. Ну, во втором случае, таких случаев я вообще не встречал, наверное, и нету таких. Вообще таких, окей. Окей, на что вы обратили внимание, какие-то особенные вещи? Вот, сестра сказала, что второй случай был такой, кнут такой, это было резко, да? Что было в первом случае? Первое – туши попечения. Что он занял позицию мужа? Что в принципе, о чем он говорил? Во втором? В первом. В первом нет? Что он занял, что он ранил. Это была вторая ситуация, да? Первая ситуация, о чем подчеркивал души пропечитель, что Бог обязательно, все будет хорошо, Бог обязательно изменит кого? мужа. То есть, было очень много утешения, да? Очень много ободрения, да? То есть, он в принципе ее ободрял, утешал, все будет хорошо, не переживай, все будет нормально, муж нехороший, и продолжай молиться, и Бог обязательно изменит твоего мужа. В первом, во второй ситуации, то есть, тебе надо меняться, да? И это было сказано в какой форме? В очень, в очень резкой форме, да? То есть, очень такие, он просто рубил ее, да? Он взял закон, можно сказать, да? И так, ты должна так, так и так, да? То есть, ты должна поменяться, должна измениться, не было того утешения, того ободрения, да? Был приказ меняться. Был приказ меняться, да? Был приказ меняться, да? Хорошая музыка. Был приказ меняться и тебе, да? Да, в деятельности мы вам показали, попытались, скажем так, показать, скажем так, две крайности, да? То есть, первая крайность, это была сценка, где было очень много супер ободрения, супер утешения, что важно, окей, когда мы встречаемся с людьми, важно утешить, ободрить человека, да? Но это ободрение, это утешение было какое-то очень общее, да? И оно было направлено на то, что Бог обязательно изменит ее мужа, да? И она с радостью, возможно, ушла ободренная, но вопрос, в действительности ли Бог будет менять ее мужа, то, что она так сильно хочет. Или, может быть, Бог через эту ситуацию что-то говорит к ее сердцу, да? И хочет, чтобы что-то изменилось в ее жизни, да? Она утешилась, она успокоилась, она может продолжать молиться Богу, но вопрос, о чем она молится? И в действительности ли Бог услышит ее в молитве так как они направлены? Во втором случае действительно было абсолютно никакого ободрения и утешения. то есть он говорил ей слова, возможно, правильные, что ей нужно измениться, но он просто взял закон без благодати, да? Просто взял молоток истину и просто рубил ее, да? И делал это он очень общими фразами, да? Что в принципе очень тяжело понять, что значит измениться, что значит тебе нужно восстановить отношения с Богом, да? Это очень общие фразы, да? Что мне делать конкретно? Как мне делать, да? То есть это то же самое, что пытаться бросить сверху бомбу на маленький домик, то есть все взорвется вокруг, но ты говоришь что-то очень общее без того, что ты в точности попадаешь в цель, да? И человек ушел, как вы думаете, каким? Разбитым. Разбитым, да? То есть он может и понимает, что ему надо меняться, да? Но он не понимает, как это нужно сделать, да? Каким образом? Просто ходить в общину, об этом все говорят, просто читать Библию, это понятно, но что конкретно мне надо делать, да? А в чем моя проблема действительно? То есть это, мы вам показали две такие краницы, чтобы понять, почему мы говорим о библейском душепопечении, и что такое библейское душепопечение, потому что в обоих случаях служитель очень неправильно, очень неправильно подошел к душепопечению этого человека. теперь скажите, теперь давайте я спрошу вас и в ваших книжечках стоит вот следующий этап. Вопросы для обсуждения. Вопросы для обсуждения. Давайте сейчас поразмышляем над историей Марии. Итак, используя данную информацию, то есть историю о Марии, приведите уже имеющиеся и предложите возможные конкретные примеры видимого, поддающегося наблюдению поведения Марии, которые вы могли бы назвать проблемными. Иными словами, зафиксируйте реакции, которые проявляются в действиях словах и внешнем проявлении эмоций, представляя себе, что вы записываете повседневную жизнь Марии на видеокамере, а затем просматриваете этот материал. То есть, скажите, пожалуйста, вот смотря на жизнь Марии, что бы вы назвали проблемами в ее жизни? Давайте попытаемся сделать список, список, поддающийся наблюдению проблемы Марии из того, что вы услышали. Извините, не услышали, а прочитали. Мы сейчас говорим об информации о Марии. Откройте опять страницу номер 19, да? Давайте запишем, что может быть ее видимыми проблемами. То, что видно. Вот вы смотрите видеофильм про нее, и вы видите, что это является проблемой. Да. Депрессия, хорошо. А как может выглядеть эта депрессия? То есть депрессия – это общее слово. Вот видео снимает Марию, что вы видите? То есть поведение, которое указывает на депрессию, как оно может быть выглядеть. Мы можем здесь немножко пофантазировать чуть-чуть. Да, постоянно остается одна. Постоянно остается одна. Хорошо. Давайте, то есть я очень плохо рисую, но попытаюсь, то есть… Много лет. Сейчас, например, одна… Давайте, скажем, лежит на кровати, хорошо? Я буду рисовать, я рисовать не умею. Но если кто-то умеет рисовать и хочет, то я буду благодарен. Просто не хочу вас отвлекать с того, чтобы записывать. Но ты хочешь мне помочь? Мне нужен кто-то в помощь. Хорошо. То есть смотрите, это обозначает, что она одна лежит, да? В депрессии лежит. Хорошо. Что еще? Какие еще проблемы? Сказала, сестра много кушает, да? Кто-то сказал? Или мне послужилось? Да, да. А вы сказали, хорошо, давайте записываем. Что она кушает? Хорошо. И еще что-то, да? Что еще там было? Шоколад и мороженое. Хорошо. Вот мороженое, отлично. Хорошо. Еще. Шоколад и мороженое. Романы читают, отлично. Читает романы. Купает и читает романы разные, да. Вот эта книжка означает романы, да. То есть это внешне, как выглядит… Что еще? Орет на детей. Хорошо, да. Давайте орет на детей. Рот. Ну, в некоторых ситуациях она избегает, но тут у нас написано, что… Написано где? Борется с гневом, да? Хорошо, что еще? Как чувствую? Хорошо, как… Не смотрит в глаза. Не смотрит в глаза, окей. Голова опущенная. Голова опущенная. Хорошо. Я рисую опущенную голову. Вот это уже выглядит. Хорошо, что еще? Насуждает других христиан. Ну, как бы это выглядело? То есть это как-то выглядит или… То есть нам нужно видимое проявление внешне, что можно было бы на камеру, на видеокамеру схватить. Печаль, да. Это… Печаль, хорошо. Что еще? Она часто убирает. О, отлично, молодец. Часто убирает. Да, супер, да. То есть это выражение… Уборка, постоянная уборка. Постоянная уборка. Хорошо. Что еще? Да, ну вот это… Хорошо, что еще? Да, ну это тяжело будет описать. Сны, бессонница, да? Бессонница, ну… Бессонница, нарисовать. Ну, хорошо. Ну, да, напиши как-то, да. Что еще? Она еще плачет. Плачет. Еще она, например, ходит, она сказала… Могу вам три разные… Можешь нарисовать три разные, да, в церкви. Хорошо, да. То есть она в разные общины ходит. Она разгражает христианская музыка. Разгражает христианская музыка, да. То есть можно нарисовать… Например, как это выглядит. То есть эта музыка там играет, она кидает, например, уши закрывает или кидает в них чем-то, да. Хорошо. Теперь пару минут у нас еще осталось до перерыва, да. Давайте теперь подумаем… То есть мы собрали информацию. Вот так выглядит… Вот это Мария, вот ее проблемы видимые, да. А теперь, собрав эту информацию, давайте попытаемся дать ответный вопрос. И это, скажем так, не сейчас какое-то там знание специалиста, но просто ваше предположение. Причина. Какова причина того, что Мария… Я думаю, что с этим вопросом мы уйдем на перерыв, да. Можешь на перерыве продолжать думать. То есть что мы пытаемся сейчас понять? Мы хотим понять вот это ее поведение, да. Это мы увидели. Причина внизу. Это внешнее, это видимое, окей. Мы просто видим, вот так она поступает. Но что может быть причиной того, что она так поступает, да. Что является… То есть почему Мария делает то, что она делает. Перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор У.Новикова Института